А как вам в Рязани, как впечатления от посещения нашего города? Ну, очень русский город. Конечно, сразу же меня повели в Кремль, Переславль-Залезский Кремль. Я достаточно хорошо знаю нашу русскую историю. И, конечно, Рязань для нас это город первого национального мифа. Это город, павший смертью храбрых, потому что ведь он... Старая Рязань была уничтожена и так и не была восстановлена после бата его нашествия. Но зато появился Переславль-Рязанский как действительно символ того, что рязанцы не сдаются. И, может, они могли немножко отступить, но все равно остались здесь, на этих Окских берегах. Конечно, прекрасный собор, да, столько уникальных сооружений здесь. И так хотелось бы, чтобы вот все это видели люди, чтобы это все было приведено в порядок. Знаете, в Америке молодой очень стране вылизывают каждый исторический артефакт, точнее, раздувают его что-то невероятное. Вот очень хотелось бы такого уже бережного отношения к, действительно, к векам истории наших, наших городов. Вот конкретно Рязанской истории, чтобы, да, действительно, сиял бы Кремль и сияли бы золотые купола. Ну, вот я, например, порадовался новым домам, новому строительству. То есть, тут уже хорошо приезжаешь, видишь не только подкрашенные фасады старых советских построек, но и новое, реально то, что возведено. Но я, как выходец из семьи строителей, я всегда искренне радуюсь, когда вижу, вот, действительно, то, что возводится новое, и это замечательно. Вообще, Рязань очень положительный город, действительно, здесь ощущаешь вот мощь нашей, нашей национальной истории. И очень хотелось бы, чтобы, вот, может быть, и на месте старой Рязани был бы какой-то, было бы исторический заповедник, может быть, восстановили бы хотя бы часть ее, и бы это наша, наша история, наша героическая часть. Рязань стала местом первого национального, такого, национальной эпоса, национальной легенды о Епатии Калаврате, которая, мне кажется, по трагизму, по накалу превосходит, там, песни о Роланде и так далее. Поэтому, да, очень положительный город, и дай бог рязанцам удачи и процветания. Спасибо. А вот такой вопрос. У вас дома есть библиотека, и если есть, то какие книги мне находятся? В библиотеке, конечно же, есть, там самая разная литература, в основном историческая. Я много лет собирал даже специальные книги об истории Отечественной войны, о военной истории мировой, об истории военного искусства. И у меня много фантастики, конечно, и книг моих друзей, Сережа Лукьяненко, Веры Камши, Святослава Логинова, всех, кого я люблю и читаю. Многие годы. Плюс, конечно, там много англоязычных авторов, старающихся быть, что называется, в курсе. А с развитием интернета, с развитием телевидения, кинематографа и так далее, как вы думаете, способно ли оно истребить книги? Ну, нет, никогда не способно. Прежде всего, потому, что книга наиболее экономичный способ дать перенести вас через другие миры. Визуальные аттракционы, в которые превратился нынешний кинематограф, ну, я имею в виду эти блокбастеры, да, так называемые, про супергероев, там, ищи с ними. Это, их мало, да, их все-таки единицы, их не сотни, их не тысячи. Их ты не выберешь на каждый вкус. В то время как книга, да, простая бумага, простые темные буквы. И вы, если хотите, вы перенесетесь туда же, там, к пиратам Карибского моря, или во вселенную героев, не знаю, X-Men, да, или в любое классическое произведение, пройтись вместе с Джен-Эйр, или поехать на бульвар с Онегиным. Это вот все, вот, буквально вот рядом с вами, протяни руку, и оно будет. Поэтому нет, книга не уйдет никогда, она может измениться, может быть, она станет в большей степени электронной, может быть, изменятся способы, как она доходит до читателя, но она не уйдет никуда. Потому что людям, человеку свойственно думать словами, творить словами и переносить слова же на бумагу. Это самый доступный нам способ творчества и самовыражения. Когда вы пишете книгу, вы ведете персонажей, по сути, по какому-то определенному пути. Иногда персонаж сам выбирает путь, иногда вы его ведете по определенным изгибам вашего сюжета. А вы сами верите в судьбу, в ее предначертанность? В предначертанность нет. Я считаю, что человек все-таки сам мастер своей судьбы. И если вам что-то не нравится, и вам тяжело, меняйте. В свое время мне пришлось круто несколько раз поменять свою судьбу. Из ученого, научного сотрудника переквалифицироваться в профессионального литератора, то есть человека, который зарабатывает деньги литературным трудом. Писатель – это тот, кто пишет, кто, неважно, бесплатно, за плату, за деньги, получает он гонорары или нет. А литератор – это именно тот, кто является профессиональным писателем текста, так назовем. И я не верю в судьбу, в том, что каждый наш шаг предопределен, ничего изменить нельзя, и если все плохо, то будет еще хуже. Нет, это очень неправильный взгляд. Я менял свою жизнь, как я уже сказал, дважды, и надо будет поменять ее еще не один раз. Ибо, по-моему, наш национальный лозунг, который у нас успешно позаимствовали наши заокеанские партнеры – это не отступать и не сдаваться. А если такой лозунг выдан, то ты уже не будешь верить в судьбу. И последний вопрос. Какой бы совет вы дали начинающим писателям, начинающим авторам? Мой главный совет, который я всегда даю всем, кто приходит ко мне на мастер-классы, когда я выступаю перед молодыми авторами или пишу для них что-то в сети – это возьмите вашу первую историю, начните ее рассказывать и обязательно доведите ее до конца. Даже если вас потом будут за нее критиковать, если вы сами увидите, что эта история не так хороша, как вам бы хотелось, обязательно ее допишите. Потом вторую, третью, четвертую книгу вы можете оставить, отложить, поменять, даже, не знаю, сжечь, как Гоголь, сжег второй том «Мертвый душ». Но первую историю обязательно допишите до конца и докажите самому себе, что вы способны доводить дело до завершения. Вот мой самый главный совет. А еще скажите, Питер Джексон не писал, мамаша, не звонил, ждать? Нет, Питер Джексон мне не писал и не звонил. Но если вы посмотрите «Хоббит», особенно третий фильм, «Битва пяти армий», то там вы найдете, по крайней мере, явный след того, что его референты просматривали, по крайней мере, кольцо тьмы. Вот эти вот черви, которые прогрызают армии тьмы, дорогу под горами, это, в общем-то, по-моему, имеет некоторое отношение к кольцу тьмы. Хотя, можно сказать, что, может быть, оно вдохновлялся Дюной Херберта. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое.